Пару слов о том, какое будет сегодня мероприятие. Сегодня, значит, планируется проведение такой мульти-лекции, где будут 7 лекторов со всех факультетов читать, ну, короткие лекции минут по 10-15. Меня зовут Станислав, я буду выполнять некоторые роли, скажем так, звоночка между парами, да, то есть будут микропары по 10-15 минут. Мы долго думали, как объявлять наших сегодняшних лекторов. С одной стороны, это очень заслуженные люди, можно сказать, они все легендарные. Они все очень много сделали для университета, для его становления, для его развития, для создания неповторимой атмосферы университета. И зачитывание только одних их регалий заняло бы как раз вот полтора часа, которые будут отведены на эту лекцию. Поэтому, с другой стороны, студенты ценят их не за их регалии, а за то, как они умеют читать лекции, как умеют объяснять язык и человеческие качества. И, в общем-то, если вы помните еще, как вы приходили на лекции, нигде не было так, что приходишь, и сначала выходит какой-то человек и начинает вливать. И вот сейчас перед вами выступит заслуженный член Академии и так далее и тому подобное, имеющий такие-то награды. Лектор выходит и начинает читать, а вы просто его слушайте. Я думаю, что сегодня мы сделаем примерно так же. Значит, открывать сегодняшний лекцию должен был Беляев Спартак Тимофеевич, да? Так сказать, человек-легенда практически, да, тоже? Но, к сожалению, он где-то вот еще не подошел, он где-то здесь, в доме ученых. И поэтому первым выступающим у нас будет профессор кафедры геометрии и топологии Голубятников Владимир Петрович. Поскольку не совсем нравится, вы можете поаплодировать? Спасибо большое. Уважаемые коллеги, вот на всех факультетах, когда мы начинаем в студентов первые премудрости вот не вдалбливать, а какой там глагол лучше употребить, мы начинаем обычно с исследования функций построения графиков. И все это делается по канону всеми, это нужно всем специалистам от естественных, от специалистов естественных науков до социологов и далее. И делается это по канону какому? Надо область определения функций найти, надо найти, где она монотонно возрастает, где убывает, найти точки максимума, минимума, интервалы выпуклости, вогнутости, точки перегиба, но если есть асектоты и так далее. Поскольку в последнее время у фундаментального образования появились серьезные проблемы, раздаются голоса о том, что вот надо образование, образование должно быть гуманитаризация, образование проводить гуманизацию, на самом деле гламуризацию. Вот хотелось бы несколько слов о взгляде на науку систематическом таком произнести. И вот я хотел бы поговорить о математике вот с точки зрения исследования функций построения графика. Итак, пункт первый. Область определения. Чем занимается математика? Вот есть расхожее мнение, тоже вот в последнее время доводится слышать. Математика это наука о том, чего нет. Вот на этом тезисе я чуть-чуть попозже остановлюсь, но вот чем занимается математика? Лет 120 назад ведущий российский математик-академик Варков заявил такое, что математика это то, чем занимается Остроградский, Чебушев, Стеклов, кого-то... А? Для Буно? Нет, он, по-моему, его... Ну, неважно, вот и я. Вот, ну, для 19 века это было, наверное, и удовлетворительно, но в наше время все-таки область определения математики значительно шире. И что важно вот в этом? Важно то, что надо определить. А чем математика на самом деле не занимается? Что она отдает своим соседям, своим братьям по разу? Вот, это первый пункт. Второй пункт. Участки монотонного убывания... Ну, об участках монотонного убывания математики, наверное, об этом достаточно хорошо сказал декан сегодня наш, и ректор наш тоже завтра в доме ученых, в оперном театре, об монотонном возрастании всего, что нас окружает, тоже, наверное, расскажет. Об участках, об монотонном убывании в этот праздничный вечер вспоминать не хочется совсем. Несколько слов об выпуклости и вогнутости, точках перегиба. Выпуклость и вогнутость — это то, что характеризует нелинейность процесса, который мы наблюдаем и изучаем. Ну, например, если вы в прошлом году доказали 10 теорем, то надеяться на то, что в этом году вы докажете 10 теорем, ну, наивно, смешно. Если вы в прошлом году получили миллиардный грант, то надеяться на то, что в этом году финансирование будет тоже нелепо. Поэтому вот участки вогнутости и выпуклости того, что вы изучаете, — это тоже штука важная. Но самое важное, что в науке есть, — это вот точки максимума. Максимальные достижения в любой науке — это то, что определяет погоду, что открывает перспективы, и к этому важно прикоснуться с самого первого курса обучения в университете. Известная теорема Сарда в дифференциальной топологии утверждает, что множество вот этих максимальных и экстремальных значений, ну, имеет меру нуля, но нигде не плотно, тощее множество, как в некоторых разделах математики говорят. Однако же, вот если вы это все определите, у вас где это максимальное значение принимается, у вас стройная картина о том, как наука в настоящий момент, в каком состоянии находится, у вас возникнет впечатление об этом. Минимальные значения тоже в высшей степени поучительны. Глубину падения, иногда так заглянуть очень полезно, но здесь есть известный тезис, его приписывают Сергею Петровичу Новику. Тезис звучит так. Не существует нижней грани уровней кандидатских диссертаций. Ну и вот с таким показом знаний человек, кто доучивается до второго, до третьего курса, узнает, что во-первых, корень квадратный можно извлекать из любого комплексного числа. Причем значение у этого корня, как правило, два. В редких, немногих точках это значение всего одно, это точки ветвления. Их тоже немного, но они в высшей степени полезны и важны при изучении того, как эта функция комплексного переменного выглядит. Они узнают, что такое дельта-функция. Вот везде равна нулю, а в одной точке вот что-то не то. Если вы этой точке пренебрежете, то все уравнения математической физики будут давать вам нулевые решения со всей их содержательностью. Поэтому вот все эти вот максимальные, минимальные значения, особенности точки ветвления, это вещь важная, ими ни в коем случае пренебрегать нельзя. Обход вокруг точки ветвления в комплексном анализе, он может занести и в изучении турбурентности вихрей, в гидроаэродинамике, в биологии, в моделировании генных сетей. Кстати, вот в биологии математика, насколько мне известно, очень находит свои приложения. Биологические эксперименты стоят, чем дальше, тем дороже и дороже становятся. Поэтому прибегаем мы к компьютерному моделированию. Но вычислительных экспериментов вы можете за свою дорогую и счастливую жизнь поставить только конечное число. И вот вы поставите n этих экспериментов. А что получится в n плюс первый раз? На n плюс первом шагу. Если у вас не будет теорем о том, что вот при таких-то параметрах система будет вести, генетическая сеть будет вести себя так-то и так-то, вы никакой предсказательности от своей науки не получите. Лет 40 назад в районе города Львова случилось две тяжелых авиакатастрофы. Самолеты одного и того же типа Антоновские при заходе на посадку падали и разбивались при одинаковых обстоятельствах. Когда стали продувать оставшиеся в стройе самолеты, обнаружилось, что когда самолет конструировали, его обдували в стройке под углом атаки 5, 10, 15 градусов. А вот в Львове там рельеф не тот. Самолет заходил на посадку под углом то ли 17, то ли 17,2 градуса. Тут возникала мощная турбулентность. Падала подъемная сила, самолеты разбивались. Так вот, к чему это я все? Математика это наука не о том, чего нет. Математика это наука о том, чего нет, к сожалению. Или о том, чего, к сожалению, слишком мало. Если бы формулами можно было описывать вот этот самый самолет, все было бы совсем иначе. Вот, теперь несколько слов об экономике, как вы видите. Я недавно был на конференции за рубежом, и там перед математиками выступал министр науки и образования той страны, Нини Фурсенко. И рассказал он нам вот что. Он по образованию математик, профессор математики, впервые за многотысячелетнюю историю этой страны математик был поставлен на пост министром. Он сказал, что вот экономисты, которые при этом министерстве состоят, пришли к нему как-то и говорят, господин министр, вот если вы все финансы, которые имеются у вас в министерстве, половину отдадите этой фирме под полтора процента, остальное отдадите вот этой фирме под полтора процента, то вы будете иметь три процента прибыли. Вот после всего вышесказанного мне бы хотелось, конечно же, предложить всем выпить за что-то такое, но я представляю здесь не комитет общественного спасения, а математический факультет, и поэтому лекцию свою я бы хотел закончить теоремой. Теоремой и проблемой. Итак, теорема. Математики не пишут теоремы, а вот теорема. Я ее доказал в 1967 году. Факт несложный, довольно мне удалось найти удачную формулировку его. Формулировка вот какая. Как и каждая формула, даже правильная, даже очень красивая, каждая формула имеет свое словесное описание, физический, так сказать, смысл. То, что здесь написано, означает вот что. Группа целочисленных двумерных гомологий, специальная ортогональная группа СО4, тривиальная изоморф на группе нулевой. Доказательства, ну, довольно несложно вытекают из рассмотрения спектральной последовательности некоторого расслоения. Я об этом, поскольку время уже в обрез, я закончу, значит, проблемы. Проблема тоже была мной сформулирована в 1967 году. Каждому, кто ее решит, она имеет много решений, много разных формулировок. Каждому, кто ее решит, я обещаю устойчивое душевное равновесие и очень много, гораздо более полезного, чем зачет автомат. Я очень благодарен Владимиру Васильевичу Дуде, который озвучил формулировку этой теоремы с большого, на большой сцене Дома ученых шесть лет назад, во время Конгресса математика 21 века. Формулировка проблемы следующая. Коль я здоровый, не убогий, зачем мне группу гомологии? И для чего мне нужен разум, когда вокруг такой маразм? Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...